Чем отличается человека-люб от человека-ненавистника? Тем, что они одни и те же предметы используют по-разному. Вот мак, например. Из него делают гуманисты булочку с маком, а плохие люди из него делают наркотик. Хороший человек из конопли делает ткань, а нехороший человек делает косяк. Но! На стебельке льна подлец обломается. Потому что из него можно сделать всё, что угодно, и всё пойдёт на пользу. Интересно, а как из этого стебля льна можно сделать рубашку, масло, верёвку и даже кашу? Это шторы, это платье, это полотенце. Всё из льняной ткани. А это поле. Здесь лён растёт. Вот он. Тонкий твёрдый стебель с мелкими круглыми коробочками-семенами. Сейчас конец лета. Именно в это время года идёт уборка льна. Комбайн срезает стебли растения у самого корня и выкладывает узкими полосками по периметру всего поля. Оказывается, лёну возят с поля не сразу. Здесь он будет находиться три недели. Вот так под открытым небом и начинается процесс производства льноволокна. Во время вылежки солому с помощью специального комбайна будут вырошить. Так происходит биологическая обработка, при которой разрушаются вещества, склеивающие волокно с древесиной. После такой обработки будет легче отделить волокна от стебля. После вылежки из ленты формируются специальные рулоны. Вот в этих самых рулонах и доставляют лён на завод. Там его разминают, удаляют древесину из стебля и получают неочищенное льноволокно. Стебель льна состоит из древесины и волокон. Посмотрите, волокнистая ткань лежит между наружными тканями и древесиной стебля. Длина волокон равняется длине стебля. Вот именно из этих волокон и получается в дальнейшем ткань. После этого вот эта машина с помощью гребни вычесывает остатки древесины стебля. Теперь мы имеем полноценное льноволокно. Осталось только отсортировать его. Это делает опытный сотрудник завода, причем вручную. После сортировки причесанный лён доставляют к раскладочной машине. Вот сейчас настал момент, когда из отрезков льноволокна получается единая полоска длиной аж 500 метров. Вот как это происходит. Волокно помещают в лоток. Женщина непрерывно направляет в машину друг за другом порции волокна. Внутри машины линия попадает на гребенное поле, где волокна сплетаются воедино и снова прочесываются. После этого лента с волокном попадает в вытяжной цилиндр, где она вытягивается и становится тоньше. Так, с помощью этих лентоперегонных машин волокно будут прочесывать на протяжении четырех часов. В итоге оно станет тонким, как нитка. И называться будет ровницей. Ровницу наматывают на катушки и партиями отправляют на варку, отбеливание или покраску. Готовая ровница поступает к предельным машинам. Сначала катушки с еще толстой нитью закрепляют на крючки. Через питающие ролики нить проходит в корыто с водой. Температура должна быть ровно 45 градусов. А затем в вытяжной прибор. Таким образом ровница еще больше вытягивается и уже становится пряжей. То есть нитью, из которой будет сделана непосредственно ткань. Шпульки с нитью отправляются в сушку. А после этого к этому станку. Он перематывает нить со шпульки на бобины. Теперь бобины поступают в сновальный цех. Для того, чтобы из нити на ткацком станке получить ткань, надо отмерить нужное количество нитей по длине и ширине. Для получения куска ткани шириной 150 сантиметров и длиной 100 метров нам потребуется продольных нитей около 3,5 тысяч и 200 тысяч нитей поперечных. Здесь валики с нитями обрабатываются клеящим веществом. Это картофельный или кукурузный крахмал. Формируется основа ткани. Теперь ткацкий станок вплетает в основу поперечные нити. Готовое полотно движется со скоростью 7 метров в час. Ну вот и стало ясно, как можно создать из стебля льна растения эту льняную ткань. И всего за 4 недели. Именно столько времени занимает весь технологический процесс. Жарким летом лен дает прохладу, а зимой согревает. Специалисты говорят, что только льняная ткань обладает такими свойствами.